Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! В. Решила вновь попытаться заглянуть в будущее, писала 10 событий и трендов, которых можно ожидать в грядущем 2021 году. Бои за вакцину. По словам экспертов, издание, после того, как первые вакцины будут доступны в большом количестве, фокус будет смещен. С героических усилий по их созданию на не менее трудную задачу их распределение. Аналитики говорят, что вакцинация-дипломатия будет сопровождаться столкновениями внутри страны и между государствами. Кто и когда их должен получать? Смешанное восстановление экономики. Экономисты предупреждают, что восстановление экономики будет неправомерным, ведь вспышки пандемии в разной степени наносят ущерб странам и правительствам, которые по-разному поддерживают экономику и население. Разрыв между сильными и слабыми странами станет более заметным. Новый мировой хаос. Эксперты пока не понимают, сможет ли новый глава Белого дома Байден удержать мировой порядок, который разваливается. Парижский климатический договор и иранская ядерная сделка – вот первые вызовы, с которыми ему придется столкнуться. Больше напряжения между США и Китаем. Аналитики даже не надеются, что Байден прекратит торговую войну с КНР. Они убеждены, что демократ захочет наладить отношения с союзниками, чтобы вести эту войну эффективнее. Компания на передовой. Представители издания прогнозируют, что еще одним фронтом конфликта между США и Китаем станут компании не только Huawei и TikTok, поскольку бизнес становится новым полем битвы. Кроме давления сверхуправления, компания сталкивается и с давлением снизу, ведь простые люди требуют, чтобы корпорации заняли позицию относительно климатических изменений и социальной справедливости. После технических преимуществ в 2020 году пандемия ускорила принятие многих технологических форм поведения – от видеоконференций и интернет-магазинов до удаленной работы и дистанционного обучения. В новом году станет ясно, насколько эти изменения действительно смогут прижиться. Менее свободный мир. Сфера туризма будет уменьшаться и изменит форму. Увеличится процент внутренних путешествий, авиакомпаний, сети отелей и производители самолетов будут изо всех сил стараться выжить. Культурный обмен также пострадает. Шанс по изменению климата. По словам аналитиков, главным преимуществом коронакризиса остается возможность принять меры по изменению климата, ведь власти стран не жалеют средств для программ экологического восстановления для создания рабочих мест и сокращения выбросов. Год дежавю. Эксперты предполагают, что 21-й может стать вторым дублем 20-го. Такие мероприятия, как Олимпийские игры, выставка в Дубае и много других политспортивных и коммерческих мероприятий за всех сил пытаются открыться годом позже, чем планировались. Не у всех получится. Тревожный сигнал для других рисков. Ученые, которые первыми предупреждали об опасности пандемии, попытаются использовать узкое окно возможностей, чтобы заставить политиков более серьезно относиться к другим игнорируемым рискам, таким как устойчивость к антибиотикам и ядерный терроризм. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами.